Масштабный тур «Музыка объединяет» стал логическим продолжением Майдана Еднания, во время которого 24 августа на площади Независимости в Киеве состоялся совместный концерт Национального президентского оркестра Украины и Оркестра военно-воздушных сил США. «Как вы знаете, это 25-я годовщина дипломатических отношений Украины и США. И я не мог представить лучшего способа отпраздновать эту годовщину, нежели пригласить лучших музыкантов из Америки в Украину». В Оркестре военно-воздушных сил США в Европе 47 музыкантов. 30 из них выступили на харьковской сцене. Концерт начался с гимнов Украины и Соединенных Штатов. После «Не прерываясь» оркестр исполнил композицию, которая была написана специально для этого тура. «Я хотел привести что-то уникальное, что-то особенное, поэтому я попросил одного американского композитора написать мелодию именно для этого тура. И он взял оба гимна – Украина и США – и слил их воедино. То есть это одна композиция, в которой есть одновременно и американская, и украинская культуры». Со сцены во время выступления звучали лучшие произведения Глена Миллера, Луи Армстронга и Арти Шоу. Также музыканты сыграли бродвейский, голливудский репертуар и джазовые импровизации. Гостем программы стал первый контр-тенор в Украине Юрий Миненко. На концерте он исполнил оперную композицию под аккомпанемент оркестра. «Мені дуже приємно буде частиною цієї досить різноманітної та цікавої програми, тому що наш концертний тур – це не тільки єднання народів, єднання сердець, це також єднання музичних стилів різних епох». Оркестр USA F.E.B.E.B.E.N.D. был основан в 1943 году и за все время своего существования успел дать более 20 тысяч концертов в разных странах мира. Завершится тур выступлением в Киеве 2 ноября. Юлия Бойко, Виктория Вашкевич, Дмитрий Герасимов и Алексей Калмык. Медиагруппа «Объектив». Виктория Вашкевич, Дмитрий Герасимов